Чтмил съедает больше, чем я за месяц. Да, бикинистский шрут больше меня, я точно знаю. Есть такие товарищи, которые такие схемы пишут. Причем они их сами между собой размножают. Добавляют. И там вообще жесть творится. Так что... Блин. Что-то я проебал вопрос, там ответ. Что на подготовку денег? Я не считаю. Такие вещи. Хуй его знает, сколько туда уходит. Если ты считаешь деньги на подготовку, ты никогда ничего не выиграешь. Если ты хочешь выступить и что-то добиться, тебе должно быть достаточно денег. Либо спонсорская поддержка должна быть, в которой ты уверен, что у тебя ограничений не будет. Либо ты сам зарабатываешь столько, чтобы выйти на уровень. Если ты, бля, считаешь, сколько тебе денег это встанет, лучше даже не начинать готовиться. Вот. Бессмысленное все. Поэтому сколько в день, сколько в месяц, хуй его знает. В один месяц, блядь, у тебя одни препараты, а в другой месяц, блядь, у тебя препараты в три раза дороже. Че, блядь, считать, высчитывайте. Бред, бред, блядь. Как силовые увеличить в бодибилдинге? Да они сами увеличиваются, сами по себе. Поднимать больше. Вот. Мышцы адаптируются, и силы увеличиваются. Я хуй его знает, как-то я никогда не парился по поводу поднятия силовых. Все время поднимал на последние, там, года четыре, сколько на пятнадцать поднимаю, столько и тяну, и прогрессирую. Когда-то на пятнадцать сотку жал, а сейчас там сто шестьдесят на пятнадцать, там, например, пожать могу. Вот как-то само спрогрессировало со временем. Я не заморачивался никогда. Ну, я не знаю, что втирают там немцы. Для натуралов важно все то же самое, абсолютно то же самое, что и для химиков. Просто все абсолютно. Только в равных пропорциях. Понимаете? Ну, смотрите, вам пример. Есть Жигули, в ней 75 лошадиных сил. Вот. И есть, блядь, Гранд Чироке СРТ-8. У него 400 лошадиных сил. Вот представим, что СРТ-8 это химик. Однозначно, да? Жигули это, блядь, натурал. Что нужно, чтобы ехать? Нужно обоим одно и то же, чтобы ехать, блядь. И бензин им нужен, и воздух им нужен для смешания, блядь, топлива. И колеса им нужны обоим, и все им нужно. Вот. Только один нажал и пукнул, блядь, со светофора, а второй нажал и в точку улетел, блядь. Вот. Так же и для химиков, и для натуралов, блядь. Одно и то же нужно. Только один, блядь, до Краснодара будет два дня ехать, а другой, нахуй, долетит часов за 15. Ну, не за 15, за 20. У одного, нахуй, один, блядь, за два дня допукает, у него все нормально будет. А тот, который, блядь, ебанет за 20 часов до Краснодара, да, у того штраф еще на двадцатку придет. В расходах дело и в восстановлении. Вот. У химиков больше расходов на штрафы. Естественно, генетика зависит. Да, и если генетики нет, хоть ты натурал, хоть ты химик, нет генетики, хоть ты, блядь, я не знаю, по 10 грамм себя в неделю вкалывай, ты не вырастешь. Будешь кривой, косой, блядь, не знаю, ничего-то не будет. Если нет генетики, если у тебя мышцы, скажем, этого, блядь, марафонца, такие вот, блядь, ну и никогда ты не накачаешь. Накачать руку 45, ну если задаться целью, то, наверное, да. Наверное, да. Вот. Ну понимаете, одно дело 45, а другое дело, кто с легкостью не напрягает под 60 и все. Где пропала Ерегина? Хрен ее знает. Не знаю даже, где пропала Ерегина. Черт ее знает. Как выглядит, тоже важно. У кого-то короткая кость, да, там, мышца короткая, круглая, выпуклая. У кого-то, блядь, длинная, как колбаса, и пика вообще нет. По 40 минут кардио. Еще 10 осталось. Кто ко мне ходит? В смысле Ерегина? Вы про Машу, что ли? Маша уже 100 лет здесь нет. До Нового года. До Нового года еще. Нормально. У меня уже по спине ручьи текут. Для меня это нормально. Если после тренировки они болят неделю, ну, не поверю я никогда. Я не поверю никогда, что ноги болят неделю. Ну, максимум 4, ну, 5, может быть. Ну, мы ее сами так прозвали в первом ролике. На что она обиделась. Вот. В принципе, я понимаю. Кули сравнивает человека с другим. У нее своего самомнения достаточно. Тем более, поэтому, что сравнивать? Вот. Нету больше Маши. Все. Не знаю. Не слежу. Перед футболом, бокса. Я думаю, лишним не будет. Если болят, если курей доят, не знаю, что делать. Такого не встречал, чтобы неделю ноги болели. Блин, чушь какая-то. Может, это не колени, может, связки, может, колени там. Фу, может, это не мышцы, а колени там, связки, может быть, да. Может, стоит как-то подлечить их. Но чтобы мышцы неделю, не знаю, что-то я такого не встречал. Возможно, может быть, с первого раза, там, с первого очка год не тренировался, зайти, там, наприседаться, охуеть, неделю можно. Но чтобы регулярно они болели неделю, никогда не поверю. Ух. Я не следил за ней, как она выступила. По-моему, на области второй в юниорках да, все остальное никак. Все остальное никак. До ее выступлений мы перестали сотрудничать как тренер и ученик. На мой взгляд, все пошло через жопу. Вот. На мой взгляд, как бы, это мое мнение. Возможно, у нее другое мнение. В зале, когда она позировала, у нее форма была лучше, чем она выступала на последующих, на всех турнирах. Но это уже, как бы, вам сказать, с другим тренером и с другими эмоциями. так что, ладно, не говорите мне про машину ничего больше, ладно. Уже. шутник иногда бывает настроение пошутить надо надо серьезных роликов записать сейчас планирую может завтра все не хотел по дороге на козырёгу упрошку повесить я даже и повесил но что-то не не встала включить и хотел по дороге записывать на даче ездил к родителям но что-то не это не встал я уже недели недели больше недели не взвешивался был где-то 1213 балансировал я спокойно вожу машину тем более машина особо не то чтобы не он быстро достаточно вкуливает его щеку догонишь просто сам стиль езды такой плавающий такой кайфовый мне больше нравится хотя в принципе я плаваю в левом ряду 120 140 плаваю но не агрессивно шашки не мое спокойно езди сейчас эксперимент я сейчас стал есть килограмм грудки килограмм творога 10 яиц и делать кардио не кстати это стало заходить я есть стал чаще больше и голодать стал и если ну есть меня до этого два месяца просрал я очень херово я вам сейчас скажу я сегодня сбросил расход на хомяке и ездил на дачу но скажу сразу не везде в пробках тоже постоял средний расход час показывает 18 литров вот средний скорость не знаю какая ну 120 у него оптимально при 120 110 120 он брат он показывает в районе но без пизды вот вам говорю в районе 12 13 литров чуть меньше скорость чуть ли газ нажимаешь сразу расти начинает вот если ровно идешь 110 120 он где-то будет показывать 12 литров очень доволен машины но стоит остановиться пробки хуёбки стартануть все и вот сзади на средний расход сегодня дачный такой режим да ну не скажу что очень много в пробку он побывал только на въезде 18 литров показывает ну понятное дело что с пробки с городом 20 я когда его взял на нем не сбрасываем и расход был очень долго 20 литров вот я на нем ножок где-то до 22 когда сбросил ну я его не глушу я приехал сижу он работает везде блять меня не глохнет это могу машине долго просидеть делать там по телефону блять и не глушу и вообще ну когда подъезжаю я всегда машина заведенный ребята на дороге по дону ездил в левом ряду еду 120 там 130 желающих обогнать много ни одна падла сзади не мигнула кому надо спокойно объехали вообще просто уважением восьмидесятый уровень просто вот реально это нечто надо на нем проехаться вот если ты сядешь ну к примеру там я же не говорю там про жигули даже то с того же там солярица к примеру сядешь на него проедешься там часть покатаешься реально поймешь блять что-то здесь не то никто не подрезает блять только блять повороте включился сразу уступают только блять едешь ебланишь где-нибудь вот даже не специально никто не сигналить никто не мигает блять все объезжают вот вообще просто стоит на дорогу выезжать куяк остановились все пропустили на не больше наверно блять посмотреть останавливаться чем реально пропустить а еще такая тема есть я заметил едешь блять кучки блять сзади собираются и не обгоняют едут блять глазеют вот это очень заметно обычно едешь на любой другой машине просто поток идет мимо всех если ты там где-то ебланишь в правом ряду а тут едешь блять сука да что ж вы не обгоняйте то блять толпа сзади совралась дорога свободы едут блять смотрят это очень заметно да точно кардио конец все спасибо гуляет по времени до 40 минут 20 30 секунд суре ребята фафома вам все обломал сегодня выехал из леса там по полю блять проехался не по дороге поехала по полю там через лес выехал мне там мусора стояли а я остановился навигатор включить блять хоть определиться вообще откуда я вылез там я примерно знаю просто там параллельно дон и старая каширка мне надо было посмотреть потому что я поехал по дону там жопа было мне нужно было там через леса как-то блять на симферопольку попасть я остановился а там три мусора стояли блять сижу в телефоне там щелкаю смотрю идет блять учите надо блять подходит чё это самое типа заблудились или что-то он спросил я бы на дорогу смотрю типа чего остановились раз блять пошел подошел впереди посмотрел думал он фонарис 0 он сука блять тонировку их жаль блять у нас нет прибора а то бы мы вас сейчас оформили я горюну и заебись что у вас нет прибора я горячо а ночью то не не темно я говорю да пьяный обручать салон посмотри я группы из салонов вы поймёшь еще тонированным или нет ну а реально как бы тонированных нихуя не видно лобовые боковые я говорю слушай говорю братан я говорю эту машину купил его нас завода такая идет блять военная техника я бреди бучу там американцы наклеили игру как купил так на учет и поставил учете вот надо да был бы прибор мы бы вас сейчас это я говорю ну блять чё эти сделаю вот я вообще в душе не понимаю что там мне нравится и все он ну ладно типа не будем обращать праздники отпустим вас спасибо блять нашел бы ты чё да ебаться вам повезло что я вас не оформил ну в общем это да он на и на это я из леса вылез он наверно такой сразу опа остановился на набухой блять на бег бегом блять аж бежит так беспалево блять так в припрыжку нахуй наверно куда подходит юбки а там все по трезвику обломался сразу начал блять искать чудо ебаться сейчас же на празднике ловят этих 836 а норма сколько у нас там я уже не помню норма где-то около 300 чем-то же да или сколько нормы до 400 но это больше чем до в два раза уже я думаю что но такой правоактив у меня был после вообще соревнований после всех там много месячных курсов там подготовки такой у меня был в два раза превышающий на пока ты его немножечко сбивал вот такой уже на думаю надо но если у вас конец курса там или середина я думаю можно не сбивать на пока ты это все сделать вот я вообще посредине готовки курсов когда мне повезло у меня на самом деле он не повышается так сильно форму кулаева честно ну не на сто процентов нравится я бы не сказал что прям там идеал мне нравится его форму мышц там вот вся сама общая картинка но мне тут кое-что прислали фотографии 2014 года двойной бицепс фотографии 2016 года двойной бицепс я наверно все все видели это да 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 там именно так так ребята уже поздно мне надо валить давайте до новых встреч тогда покеда давайте счастливо